Это центральный холл, здесь будет открытая регистратура стоять. В здании будущей детской поликлиники в поселке Мехзавод уже ведут отделочные работы. Скоро здесь будут просторные кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием. Вот такие у нас будут веселые коридоры. Внутри кабинета будут нейтральные стены, а здесь вот они у нас веселенькие. Раньше здесь располагался стационар медсанчасти завода «Салют», затем отделение 7-й городской больницы. Потом здание пустовало. После ремонта здесь разместится детская поликлиника, которая будет обслуживать маленьких жителей Мехзавода и Новой Самары. Также здесь разместится первый в Самаре детский дневной стационар. Глава города поручила руководителю районной администрации решить вопрос с благоустройством территории рядом с новой поликлиникой и установить детскую площадку. Следующая точка объезда – дорога возле строящейся школы в микрорайоне Новая Самара. В прошлом году на встрече с главой города Еленой Лапушкиной жители попросили построить школу и подвести к ней дорогу, которая соединила бы микрорайон с поселком Мехзавод. Спустя год здание школы практически готово. Большая часть дороги также построена. Благоустроена прилегающая территория. В будущем также по просьбе жителей рядом появится зеленая лесопарковая зона. Вы помните, что у нас здесь вырубка не приветствуется жителями, что очень бережно надо относиться. Значит, смысл в том, что жителям мы же этот вопрос обговаривали, то есть мы собирались уже, они очень хотят, то есть я думаю, они не против. Хотят сквер, они вырубка. Да, не вырубка, а сквер. Следующая точка в плане объезда – двор в поселке Управленческий, где по просьбе жителей установили детскую площадку и оборудовали зону отдыха. Здравствуйте. Вам, милая женщина, нравится здесь? Нам здесь нравится. Другой такой в управленческом нет. Также глава города побывала в 127-й школе, где готовится к сдаче в эксплуатацию бассейн. Все нормально. 366. Прекрасно. Помещение полностью готово для занятий плаванием. Закуплен весь необходимый инвентарь. Подрядчику остается исправить некоторые недочеты после протечки кровли. Затем помещение проверят специалисты Роспотребнадзора. А сколько у вас сейчас в школе? 840. А вот если запустим бассейн, кому еще пойдут здесь справиться? Они будут, конечно. Финальной точкой объезда стала скейт-площадка, которую благоустроили по областному проекту «Содействие». Здесь каждый день оттачивают свои навыки десятки ребят. Новая площадка не пустует ни утром, ни вечером. Меня радует то, что район преображается. Я вижу, что действительно территория используется с умом. Скейт-парк. Мы здесь с вами были зимой и видели, что это была только задумка, что это была только идея. И вот эта идея меньше, чем за 4 месяца у нас с вами воплощена, и дети получают удовольствие. Дети попросили главу города решить вопрос с освещением возле скейт-площадки. Елена Лапушкина поручила главе района решить этот вопрос до конца недели. Лариса Шалафаст, Василий Колдашев, Константин Головин. События.